Алло. 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 Я вас слушаю. Мне необходимо услышать Блину Евгеньевну. А кто это? Я? Я звоню из промсвязь банка департамента по задолженности Лебедева Юлия Валерьевна. Очень приятно. Вы дозвонились в юридическую организацию, которая называется Алиам. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. И мы являемся представителями. Вы можете всю информацию нам передать, если хотите. Документы предоставляли в отделении банка? Зачем? Мы же у вас ничего не просим. Это вам нужно что-то узнать. А нам-то зачем документы предоставлять? Она нам предоставила, заключила с нами договор, доверенность нам предоставила. Вы представляете ее интересы? Почему доверенности нет в отделении банка? Ее много где нет. Не только в отделении банка. Но это не обязательно. Мы письма пишем вам. Очень просто. Пишем от ее имени корреспонденцию. Потом в суде будем от ее имени выступать. Письма может хоть сосед писать без доверенности. С вами никто работать не будет. Не работайте, ради бога. Игнорируйте официальные запросы в банк на основании доверенности. А после этого будете это каким-то образом объяснять в суде, почему вы проигнорировали законные требования и просьбы своего клиента без проблем. О чем речь-то? Какие законные требования? Вы должны предоставить доверенность. Кому? Если вы занимаетесь финансовыми обязательствами, вы должны об этом знать. Я это все отлично знаю. Доверенность не мы должны предоставить, а клиент нам ее обязан предоставить. И мы работаем на основании доверенности. Пишем от имени клиента письма в банк. В банк должна быть предоставлена данная доверенность. А что если не будет предоставлена? Вы, девушка, я так подозреваю, с претензией на компетенцию юридическую. И что будет, если не предоставим? Никто с вами работать не будет. А зачем нам? Ну и не работать. Вы сейчас позвонили нам. Значит зачем? За что вам Марина Евгеньевна тогда деньги платит? Нам Марина Евгеньевна платит деньги за то, чтобы мы расторгли договор с банком от ее имени, не подчеркну, от ее имени. И привели ее к комфортному платежу. Вот для чего. Через судебного пристава в формате исполнительного производства. Либо вообще прекратили исполнительное производство в ее отношении. И зачем же нам махать этой доверенностью перед банком? Считайте, что клиент вам написал эти письма. Потому что автограф будет стоять в письмах от клиента. Передайте ей информацию от нашего банка. Она все знает. Она включает переадресацию. Это вы ей позвонили. Она нажала кнопочку специальную на телефоне. Сработала переадресация. Это одна из ускок наших... Передайте информацию. Слушаю вас. Я сейчас разговариваю неизвестно с кем. А я так же сам неизвестно с кем разговариваю. Я точно так же, как и вы, вам представился. Помните? Я могу точно так же сейчас констатировать полное отсутствие понимания с кем я разговариваю. Так мы сейчас с вами на равных, как минимум. Только вы мне звоните, а не я вам. Что? Вы номер запишите или нет? Вот этот, с которого вы звоните? Нет. А какой? Номер телефона нашей горячей линии. Наш клиент полностью игнорирует устный формат общения с банком. Вообще категорически не хочет, потому что уже натерпелось от банка приятных слов. Я, собственно говоря, не подтвержден эту информацию. Она вам звонить не будет, хотя я готов записать для разнообразия. Пускай будет. Хорошо, это тоже повлияет на дальнейшие минуты. До свидания. До свидания. И еще, друзья мои, информация для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. Для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте. В открытую, простите, группу ВКонтакте. В описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима. А именно, сайт наш www.aliam.ru Ссылка на нашу группу ВКонтакте. Группа открытая, доступ для всех свободный. Так и порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется и вы будете максимально уверены в своем шаге. Значит, для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно. Проходите и вступаете в группу. Там много информации, очень полезно и регулярно выкладывается. Для тех из вас, кто не видит какой-то точечный описание и, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube. В конце этого ролика будет в макушке трансляции высветится три иконки так называемой аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал в YouTube. Слева будет ссылочка на видео. Повторю. Для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректную информацию о себе. Как только отправите заявку, проверьте свою почту. Придет от нас письмо и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. И если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку спам. Бывает, что письмо уходит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансового благополучия, здоровья и удачи.